Нужда, необходимость для Бхакты. Развить любовные отношения с Кришной. Кришне не нужно ничего от Бхакты. Ему нужны только любовные отношения. Думая, как распространить любовь среди предных и обычных людей, Кришна стал Гаврой. Эта према любовь раздается в век Кали. В другие эпохи не раздавалась любовь. Пусть трансцендентный сын Шачадеви расположится в моем сердце, распространяя сияние расплавленного золота. Он явился в век Кали по своей милости. Он раздает то, что не раздавалось в другие эпохи, наиболее возвышенная сладость предного служения, супружескую любовь. Хари – Шьяма Сундара. Но здесь он – Пурата Сундара. Он – цвета расплавленного золота. То, что не раздавалось ни одной аватары. Бхагаван Кришна раздавал в облике Гага Сундара. И что он раздавал? Сва Бхакти Шри. Свою собственную Бхакти Шри. И это унната-уджвала раса. Это супружеская любовная раса. Такова исключительная особенность Гага Ливы. Вчера мы говорили, что Шри Кришна Чайтанья не отлична от Радхи и Кришны. Радха имеет Махапхаву. И Бхагаван Кришна украл эту Махапхаву. Он хранил Махапхаву в своем сердце. Он принял облик – цвет тела Шри Мати Радхики. И так он скрыл свой цвет – Шьян. Так он стал Гагу Сундаре. Почему он так сделал? Внешне он хотел распространить премию, всем и каждому. А внутренне он хотел осуществить три своих желания. И что это за желание? Радхая Праная Манимаа. Любовь Радхарани делает ее такой счастливой. Я не могу понять это. Я не могу понять, как она наслаждается моей красотой. И какое счастье она испытывает в обществе со мной, я тоже не могу понять. Раньше, в прошлые времена, прему не раздавали. Она была гуптавита. Она была скрытым богатством. Только Гуранга Махапхабху он раздавал премию. Прему находится в теле Кришны. Кришна изогнута в трех местах. Ноги его изогнуты, сердце его изогнуто, лицо. И кто наслаждается этим? Кто наслаждается нектарной любовью с ним? Только Шимати Радхарани. Так как Кришна стоит со Шимати Радхарани, его ноги изогнуты по направлению к Шимати Радхарани. Его губы устремлены к Шимати Радхарани. И его сердце направлено к Шимати Радхарани. Поэтому они изогнуты. Бадда Камала Мадху. Медом, исходящим из лотосных стоп, Кришна наслаждается Шимати Радхарани. И в это время Кришна становится Радха Мадана Махан. И вместе они становятся Гавра Хаги. Лицо Кришна обращено к Шимати Радхарани. Она наслаждается нектаром этого лица. Сердце его направлено к Шимати Радхарани. Это Хайдая Камала Мадху. Нектар, исходящий из сердца Господа Кришны. Шимати Радхарани наслаждается этим нектаром, медом. Радха и Гапинатха становятся Гавра Хаги. Гавра Хаги распространил нектарную любовь всем и каждому. Гавра Хаги очень, очень милостив. Он удивительно милостив. Нужно понять это, осознать. Он удивительный и непостижимый. Он имеет удивительное настроение, удивительное качество, удивительное поведение, милы. Когда Махапрабу танцевал перед колесницей Господа Джаганатхи, он находился в настроении Шимати Радхарани. Джаганат наслаждался этим танцем. Он был изумлен. Адбута – удивительная, чудесная любовь Махапрабу. Махапрабу сам наслаждался любовью. И давал другим возможность наслаждаться этой любовью. Махапрабу удивительно милостив и удивительно великодушен. Никто до этого не слышал о такой милости. Поэтому мы должны совершать Махапрабу Чагана Баджан, чтобы обрести Кришну према. Мы говорили раньше о Бхакти Шри. Что же это такое Бхакти Шри? Према намасан киртана. Это и есть скрытое богатство. Никому раньше его не давали. Канат премы. Према Бхакти привязан к лотосным стопам Кришны. Гурдев приходит в этот мир, держа другой конец этого каната, чтобы вызволять джифль в этом мире. Без милости Гавра Приаджаны, дорогого предного Гуранги Махапрабу, мы не сможем это понять. Есть два вида Бхакти. Есть Вайди Бхакти и есть Рагануга, Рагамая Бхакти. Ватьхи Бхакти содержит множество видхи, множество правил, предписаний. Но в Рагамая Бхакти нет правил и предписаний. Там только према. Вместо према Бхакти это Бриндава. Есть четыре типа према Бхакти. Дасия, Сарки, Аватсаля и Матхурия. Бхагаван Кришна является объектом поклонения в Авриндаване. Во Авриндаване Кришна имеет все шесть видов достояний во всей полноте. Бхагаван Кришна наслаждается лилами нагалоки. Он наслаждается там нитья лилой. Лилы, проявленные нагалоки, также проявлены здесь. А лилы, проявленные нагалоки, не проявлены здесь. Обусловленные души не могут понять эти лилы. Поэтому они и не проявлены здесь. Кришна всегда присутствует. Кришна лилы всегда проходит. Но мы, Бхатха, Дживы, обусловленные души. Наше видение материальное. Материальным видением мы не можем увидеть его лилы. Что мы видим в этом мире? Мы видим творение, поддержание, разрушение. Бхагаван Ича Майя Пуруша. Благодаря его сладкому желанию происходит это творение, поддержание, разрушение. Иногда сам Бхагаван Кришна приходит. Но зачем? Зачем ему приходить? Все же возможно просто по его желанию. Асуров уничтожают, творят, поддерживают. Все это просто по его желанию происходит. Но он приходит только, чтобы доставить удовольствие бхактам. Когда дорогие предные Господа видят лилы Бхагавана, они исполняются блаженством. Только для этого Бхагаван Кришна приходит сюда. Он ведом любовью бхакты. Кто свободен от всего лицемерия, от всех ложных религий, он связал Господа в своем сердце. Поэтому Бхагаван приходит, чтобы доставить удовольствие такому своему бхакти. Бхакта служит Бхагавану и обретает счастье. А как Бхагаван обретает счастье? Он обретает счастье, служа Бхакте. Поэтому отношение между Бхагаваном и Бхактой нельзя разрушить. Бхагаван – Бхакта! Бхактиман! Бхакта проявляет бхакти к Бхактиманам, а Бхагаван проявляет бхакти к бхакти. Иногда он выглядит золотым, хотя он темный. У него гирлянда, павление перо, нато вешен. Он одет, как танцор. Опирается своей лотосной рукой на плечо друга, улыбается. В ушах у него цветы карникара, золотистые одежды. Он наполняет дырочки на флейте нектаром своих губ. Бхагаван входит во Вриндаванский лес со своими друзьями. Это описание Бхагавана так прекрасно, столько любви в него. Бхагаван Акашин, он исключительно привлекательный. Бхагаван Кришна танцует на клобуках калия. Змей калия обрел пыль с лотосных стоп Кришны. Так удачлив он. Невозможно понять, как придет милость Кришны. Лакшми и Деви совершили столько много тапаси, чтобы увидеть настоящую форму Кришны. Но они не способны увидеть ее. Они увидели Кришну в облике царя. Но обитатели Враджа видят настоящую форму Кришны. Враджа, Баси – величайшие предные. У них есть любовь к Кришне. Они способны видеть прекрасную форму Кришны. Кришна имеет любовные отношения со слугами, с друзьями, с родителями, с клубами. Горан Гамахапрабу пришел давать эту прему. Ту прему, которую в Враджа, Баси проявляли Кришне. Без према-бхакти нет смысла в этом слове «бхакти». Багаван думает, я никому не дал према-бхакти, поэтому я пойду и буду раздавать према-бхакти всем. Так Кришна пришел к Гаглхарим. Он думал, я все дал, кроме према-бхакти. Теперь я должен идти и давать эту према-бхакти. Без према-бхакти не обрести высшее совершенство в жизни. Все могут связать Багавана Кришну благодаря према-бхакти. Нанда и Шода, они считают Кришну своим сыном. Шридарма, Сударма, другие гопы считают Кришну своим другом. Все это благодаря любви. Они сражались с Кришной, залезали на его плечи. Среди всех жителей Враджа, гопи особенно дороги Кришне. Они считают себя даси, служанками. Према-бхакти, сарва, сатхья, сар. Это высшая сатхья, высшая цель. Можно совершать пуджу с множеством профернари. Но если нет према-бхакти, Багаван Кришна не будет доволен такой пуджой. И бхакта также не будет счастлив. Нужно совершать пуджу с према-бхакти. Если человек очень голоден, то кислая манга, она может казаться ему приятным, сладким. Без премы, без любви пуджа не доставит нам никакого удовольствия. Но даже немного пуджа с любовью доставит удовольствие Кришне и нам. Все мадасы, муслуки, мамата, мамата, привязанность, нежные чувства. Они приводят к преме, к преме в дасе. Иначе не будет према. Все мадасы, но у кого есть према, это преми-бхакти. Нам нужна шутха према, чистая любовь. И Махапрабху пришел, чтобы раздавать такую чистую любовь.